Донские парламентарии встали на защиту сельских магазинов. Они просят правительства страны не поднимать госпошлину на алкоголь в сельской местности. Такси, платежные терминалы, вендинговое оборудование. Ростовский аэропорт проводит три тендера. Модернизация за свой счет. Владельцы точек по убою скота должны до конца следующего года переоборудовать свои объекты по новым санитарным правилам. Донские законодатели предлагают внести изменения в налоговый кодекс. Они касаются стоимости лицензии на розничную продажу алкоголя. С 1 января следующего года она должна вырасти более чем в полтора раза. Но парламентарии уверены, увеличивать госпошлину в сельской местности ни в коем случае нельзя. Этот вопрос обсуждался на заседании Южно-Российской парламентской ассоциации. Все подробности в первом материале программы. С 1 января повышается стоимость лицензии на розничную торговлю алкоголем – 40 до 65 тысяч рублей за год. Донские законодатели уверены – негативных последствий в этом случае не избежать. Если города за счет объема продаваемого алкоголя смогут окупить затраты, то небольшие сельские магазины эту сумму просто не потянут. В свою очередь, они потеряют покупателей, которые отправятся туда, где можно купить все. Анализ, который мы проводили, он показал, что мы потеряли порядка 18% торговой сети. Просто не ассоциируя с алкоголем, а с экономической составляющей торговли, мы ее еще более ослабляем. И прогноз такой, что мы потеряем еще 15-25%. Жители сельских небольших пунктов, они потеряют просто на торговой точке, и им придется покупать предметы не первой необходимости где-то в крупных, либо населенных пунктах, в районных центрах, городах и так далее. Кроме того, повышение стоимости лицензии неизбежно приведет к росту производства суррогатов. Количество населенных пунктов, где мы имеем в виду суррогальные родницы, значительно увеличится. Как следствие, в очередной раз увеличение контрабахтной нелегальной алкогольной продукции различного рода суррогатов, увеличение количества отравлений, в том числе и церковных услугах. Чтобы не допустить этого, Донской парламент подготовил обращение к правительству страны, где предполагается установить дифференцированный подход к размеру госпошлины. Конференция ЮРПА эту инициативу поддержала. Кроме того, одобрение коллег заслужило еще одна идея донских депутатов. Расширить административную ответственность за несанкционированный выпас скота на сельхозугодиях и по траву посевов. Сергей Мирошниченко, Анна Ларченко, Юрий Бабенко. Главное. Бизнес. Проектировщика первой линии Ростовской подземки назовут в феврале следующего года. Управление метро Ростова вновь перенесло конкурс на выбор исполнителя проекта. Как сообщает информагентство Интерфакс, прием заявок продлен до 21 января. Максимальный срок увеличен до 35 месяцев. Цена контракта не изменилась. Она составляет почти 1 миллиард рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию первого этапа строительства – 2020 год. Ветка будет проложена из центра Левенцовского жилого района под проспектом Стачки. Пройдет по 17-метровой стакаде через железнодорожный вокзал. Далее под центральной улицей Ростова-Большой Садовой. И продолжится под улицей Советской до площади Карла Маркса. Другие новости экономики Дона коротко в нашем информационном дайджесте. Налог на недвижимость в Донской столице решили не поднимать. Как сообщает РБК Ростов, городская дума приняла муниципальный закон, который оставляет текущую ставку и на 2015 год. Депутаты сохранили в документе расчет налога, исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости. Увеличение может произойти в том случае, если правительство области изменит принципы налогообложения и примет решение о переходе на кадастровую оценку. Ростовский аэропорт ищет автоперевозчика. Как сообщает пресс-служба компании, официальное такси сможет подъезжать на краткосрочную парковку, расположенную прямо перед терминалом для посадки и высадки пассажиров, получит специальную выделенную зону для размещения таксомоторов, а также возможность размещения стойки приема заказа в зоне прилета. Требования аэропорта к конкурсантам. Опыт работы на рынке пассажирских перевозок не менее двух лет. В собственности автопарка должно быть минимум 20 иномарок не старше 2010 года выпуска. Единая форма и опрятный внешний вид водителя, а также наличие детских автокресел. Прием заявок продлится до 24 ноября. Итоги тендера будут объявлены в декабре. Кроме того, Ростовский аэропорт проводит еще два конкурса на аренду площадей для размещения платежных терминалов и вендингового оборудования. 8 ноября в Донской столице пройдет очередная сельхозярмарка. Желающих приобрести продукцию донских производителей ждут на проспекте Кировском между улицами Малюгиной и Красноармейской. На ярмарке будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров. На сегодняшний день в Ростовской области насчитывается более 40 площадок для проведения различных ярмарок, на которых фермеры могут продавать свою продукцию без посредников, а жители приобрести необходимые товары по ценам на 10-15% ниже рыночных. Почти половина предприятий по убою скота в Ростовской области не соответствует новым ветеринарным требованиям. До конца следующего года они должны провести модернизацию и устранить все недостатки. Деньги же на оснащение пунктов руководители будут искать сами. Елена Баранникова продолжит. Отсюда с первой точки вот баз, вот это карантинное отделение. Загоняют животных, смотрят хромой, косой, поломана нога на карантин, остальных продвигают дальше. Все по четкой схеме, точечный контроль и пошаговая инструкция. Согласно техническим регламентам безопасности мяса и мясной продукции, на одном из крупнейших в регионе предприятий по убою животных даже самую грязную работу стараются сделать максимально гигиеничной. Делается дезинфекция всего помещения. После каждого забоя проходят, есть два человека дезинфекторы, моют полностью методом распыления, захватывают всю площадь. Внедрение системы контроля критических точек, на которых возможные нарушения, могут привести к закрытию мелких предприятий. По расчетам фермера из Ягорлыкского района Павла Грановского, на реорганизацию его предприятия необходим миллион рублей. С требованиями, мы стараемся более-менее поддерживать на должном уровне, но мы их выполнить не в состоянии, потому что при слабом объеме, при поголовье, физически просто и материальном плане мы не в состоянии это все выполнить. Впрочем, в областном управлении ветеринарии уверяют, повода для паники нет. На подобных бойнях никаких колоссальных вложений не потребуется. Где-то будет достаточно провести элементарную уборку и поставить ограждения. Это такие, которые мы, в принципе, если с ними поработаем, объясним, как выполнять эти требования, поможем им подготовить нормативную документацию, поможем внедрить ХАСП, они вполне могут соответствовать техническим регламентам. Помощь, но не содержание коммерческие фирмы, подчеркивает Сергей Карташов, должны найти средства на реорганизацию сами или воспользоваться господдержкой. По его словам, в Ростовской области сегодня насчитывается 125 убойных пунктов, из которых 75 являются перспективными. Кстати, фирма Павла Грановского в их числе. Елена Баранникова, Сергей Зайцев. Главное. Бизнес. И на этом у меня все. Я желаю вам приятных выходных. До встречи на нашем канале в понедельник в это же время. Главное, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова